Первый вопрос. Добрый день. Муж, когда что-то ремонтирует, что-то делает, и у него не получается, он очень злится. Например, собирали пластиковый шкаф, действительно очень сложный для сборки. Там столько нелитературных слов было и столько ворчания. Я на него накричала и сказала оставить шкаф и собрала его сама. То есть муж ругается и ворчит, а женщина ей просто не понравилась. Вот накричала. Окей. Не заводится машина. Опять же раз на третий поток мата и злость. И так во всех ситуациях, касающихся ремонта. Что-то не получается, он кричит и злится. И в общем, он все делает побыстрее. Посуду, если моет, то кое-как. Только бы побыстрее. Если готовит, то тоже побыстрее. И я слышу, как он ругается. Уронил что-то и сразу поток мата. Ну то есть я так понимаю, что у мужика что-то не получается. Он такой, ой, что-то случилось у него сразу там, еб твою мать и понеслась. Окей. За три года брака он немного успокоился. Потому что я не раз говорила, что это неприемлемо. И ругались даже. Но все равно я избегаю ситуаций, в которых мы можем вместе что-то делать по дому. Или собирать, или ремонтировать. Все ситуации, не заслуживающие такого потока злости. А, все ситуации, не заслуживающие такого потока злости. То есть есть ситуации, где поток злости заслужен. А есть ситуации, где поток злости не заслужен. А в чем они измеряются? Вот сразу хочется задать вопрос. Какой параметр должен соответствовать, чтобы вот тут можно, тут нельзя. Ну окей. Читаем дальше Я ему говорила, что меня это пугает Он отвечает, что он же не на меня кричит, а просто кричит Ну, просто кричит У меня во время таких эпизодов тахикартия, страх и злость Как мне поступать в таких ситуациях? Опять абстрактный вопрос Как мне поступать? Хотя бы как мне поступать, чтобы что? Чтобы он не кричал Чтобы у меня тахикартии не было Что в результате хочется получить? До тех пор, пока нет ответа на вопрос Что я хочу получить в результате Спрашивайте, что угодно Ответа не будет Это я вас... Ну, мы все равно попробуем разобраться Это я воспринимаю слишком болезненно? Это я воспринимаю слишком болезненно? Или это он должен сдерживаться? Окей Мне есть что сказать Начнем с самого последнего вопроса Это я воспринимаю слишком болезненно? Или это он должен сдерживаться? Никто никому не должен Нету такого, что вы вычитаете в интернете Или какого-то психолога Или астролога Или кого угодно Приведете И он скажет мужу Ты должен И муж такой Блин, я не знал Я не знал Спасибо, что вы мне сказали Что я должен сдерживаться И начнет сдерживаться Так не будет Точно так же, если мы Вот сейчас вам Скажем Этой женщине Скажем Вы знаете Вы воспринимаете это болезненно Вот он Пускай матерится А вы вот Не воспринимаете Не надо тахикардии У вас тоже ничего не получится Потому что У него это Автоматическая Эмоциональная реакция И у вас Это автоматическая Эмоциональная реакция И ставить вопрос Кто должен Или не должен Не получится Теперь вот сразу Мы ищем противоречия Потому что В противоречиях Можно открыть Вот те самые ошибки мышления Которые приводят нас К проблемам Разводам Депрессиям Неврозам И прочим всяким вещам Потому что Ничего не работает А мы же вроде думаем Все правильно Так вот Собирали мы Пластиковый шкаф У него что-то не получается Он начинает ругаться Окей Я себе представляю Эту ситуацию И вот тут Я Не выдержала И накричала на него И наругалась И отправила его нафиг И сама начала Собирать шкаф Но То есть У женщины Точно такое же поведение Разница лишь в том Что она Использует Там Не одни слова А другие Там более литературные Или менее Литературные Но Ситуация одна и та же Что-то не получается Идет поток гнева Партнер Принимает это на себя Либо Женщина принимает это на себя Либо мужчина принимает это на себя И в итоге И в итоге Они опять поссорились В следующий раз Им вместе нужно Что-то будет делать Что они будут хотеть Они будут не хотеть Вместе ничего делать А пройдет еще пять лет Они скажут Нафига мне жить Потому что у меня уже Вот есть человек Он не орет Он хороший Но вот Женюсь на нем А с этим разведусь Угу Окей И тут нужно понимать Что речь идет О банальном Эмоциональном Автоматизме Мы из себя Представляем Набор автоматизмов Это наши нейронные связи Вот Опять же Ваш муж не вчера Стал таким И не позавчера Эти автоматизмы Формировались В течение жизни Он подсматривал их У родителей У сверстников У учителей У нас в культуре принято Где что-то не получается Там ругнуться Кто-то сдерживается Кто-то не сдерживается Это и есть тот самый автоматизм И у вас Точно У женщины У этой точно Такой же автоматизм У нее не получается Нормально Собрать шкаф С мужем И у нее Точно такие же эмоции Просто они превращаются Немножко в другие слова Которые можно сказать Литературные Или не литературные И Когда начинается Вот эта идея Что Вот здесь Ситуация Где позволительно Ругаться А где не позволительно То Ну А как Кто Кто измеряет Эту ситуацию Где написано Что тут можно А тут нельзя Понимаете И если вы говорите Что тут нельзя А у мужчины А почему ты на меня ругаешься Что на меня можно А на шкаф нельзя И начинается Вот то самое Я же не на тебя Я на шкаф Как только мы Не даем себе И друг другу Право На вот эти Может быть Неприятные Но нормальные Эмоции У нас начнутся проблемы Как только мы пытаемся Сделать из партнера Удобного человека Которому Нельзя материться Который должен быть Правильным Там каким-то таким Вот тут нельзя А тут можно Что он каждый раз Должен звонить жене Говорит Дорогая Меня тут машина Облила Дождь шел На лужу наехала Я вот весь в грязи стою Вот мне тут можно Матом ругаться Или пока еще не стоит Жена такая Ну А рубашку испачкал Он такой Ну рубашку Вот только Сверху Ну ладно Один раз ругнись Ну так это должно быть Или как Понимаете То есть эти реакции Они не поддаются Моментальному контролю Их Да Можно загнобить человека Он начнет контролировать Вообще все В том числе Мыслительный процесс Вы превратитесь В него В его маму Очередную Которая Говорит Куда ему идти Куда не идти Чуть что Сразу он виноват И у него Вы будете виноваты И почему бы и нет Вы превратитесь Вот в эту пару Которая ненавидит себя Ненавидит друг друга Постоянно орут И ну Так тоже можно Посмотрите вокруг Вокруг много таких пар Я даже Очень хорошо знаю Ну такую Развелись 30 лет назад Живут до сих пор вместе И когда им предлагают Разъехаться У них вот такие Круглые глаза Они боятся разъехаться Потому что Как только я останусь Один на один Со своей жизнью Это будет означать Что я Виноват во всем Ага А так у меня есть Этот удобный человек Который во всем Виноват И с которым мы живем У него я Виноватый Там или виноватая Во всем И мы вот так вот Доживаем Пока не умрем Повторюсь Так тоже можно Это ваш выбор Вот Поэтому вопрос Вопрос не в том Можно ему ругаться Или не ругаться И что мне делать А попробовать Опять же Ну поговорить Дорогой Вот когда ты кричишь Меня это пугает У меня там сердце колотится Это тоже автоматизм Я не могу это выключить Дорогой не может Это выключить Может нам придумать Какой-то Чтобы вот он скажет Дорогая Я сейчас буду ругаться Не на тебя А на шкаф И вот тогда можно Или дорогая Выйди Я буду ругаться Или я выйду То есть Ну обговорить это Выключить это Не получится Вот Есть психологи Которые помогают С этим справляться Но повторюсь Можно ничего не делать Куча людей Живут именно В таком формате Этот плохой Он ругается не так Я на него ругаюсь Чтобы он ругался правильно И мы все Друг на друга ругаемся Потом мы все Виноваты И несчастливые И пока смерть Не разлучит вас Вот это все Вот Поэтому нужно договариваться Это тяжело Мы не умеем это делать Нас этому никто не учил Мы опять скатываемся В чувство вины В чувство обиды Сейчас я всем объясню Не получается Самим идите к специалистам Статью хотя бы какую-нибудь Почитайте Про там Книжку Про семейную психологию И маготерапия Очень хорошая Для семейных пар То есть Выход есть Вопрос Искать этот выход Из ситуации Или же Искать виноватых Тогда ничего менять не надо У вас вот Под боком Живет виноватый Субтитры создавал DimaTorzok